Если театр начинается с вешалки, то любой город с исторического центра – это лицо каждого населенного пункта. У Краснодара, по мнению многих архитекторов и урбанистов, оно должно оставаться зеленым. Парки и скверы в Южной столице без сомнения должны быть релакс-зонами, куда стремятся и сами жители, и гости города, говорит мэр Краснодара губернатор края Александр Ткачев. Глава региона вместе с Владимиром Явлановым проехались по городу и посмотрели, как идет реконструкция исторического центра. Особое внимание скверу дружбы, в том числе и за мальчика со слоном. Скульптура, о которой зашла речь с отдыхающими, стала культовой после того, как ее забрали на реконструкцию. Тогда же пошли слухи о том, что мальчик и слон больше не вернутся в сквер. Глава региона всех успокоил – дорогой для краснодарцев монумент останется на своем историческом месте, а сам сквер дружбы в скором времени преобразится еще больше. Мы радуемся фонтану вашему. Спасибо. Сидим, вот смотрим. Пап, неплохо, да? Мы еще сейчас, еще немножко, буквально пару месяцев, еще и слона, кстати, нового сделаем, поставим здесь. Нового года поставим. Ну а так, как Краснодар? Краснодар – это мой любимый город. Можно, надо же, делайте красивую. Что бы мне там не предлагали, я никуда не поеду. А вот безымянный сквер рядом с музыкальным театром на улице Красной пока полностью похвастать новой плиткой и красивой зеленью не может. Александр Ткачев заметил, что такое место в самом центре города не может быть практически заброшенным и должно стать комфортным для отдыха. Мамочки с детьми, вот я не буду играть здесь, понимаешь? Нет, Кубана тоже далеко здесь, а вот детская площадка. Тогда продеваем этот скверик и очень хорошей детской площадкой. Благоустройство парков и скверов в Краснодаре будет комплексным. По словам Ткачева, необходимо не только озеленять территории, но и по европейскому примеру создавать зоны для здорового образа жизни, чтобы на открытом воздухе любой желающий мог заниматься спортом, тем более при краснодарской погоде. В городских парках планируют ставить тренажеры. Серьезная реконструкция ждет и Кубанскую набережную. Почти 12 километров от Яблановского моста до Рождественского парка практически отстроят заново. Новой плиткой вымастят почти 47 тысяч квадратных метров аллеи. Здесь появится зеленая зона эскипарисов и елей, переделанная велодорожка. В будущем планируются и берегоукрепительные работы. Пример того, к чему должен прийти столичный облик Краснодара – новая площадь перед кинотеатром «Аврора». Водный вальс на высоте 20 метров под классическую музыку, современный каскад танцующих фонтанов – один из самых красивых на юге России. Вокруг полностью переделанная аллея с высаженными деревьями. Следующий шаг – реконструкция самого кинотеатра, у которого по задумке архитекторов появится летняя сцена. Такого масштабного преображения Краснодара не было за всю его историю, делится впечатлениями Александр Ткачев уже после объезда. Его итоги подвели на совещании в мэрии. За последние полгода облик кубанской столицы изменился практически до неузнаваемости, резюмирует губернатор. Первые перемены можно увидеть еще на въезде в город, вдоль всех гостевых маршрутах, новые тротуары и заборы. По-иному теперь смотрится и старый центр без обилия навязчивых рекламных баннеров и старых ржавых киосков. Но по-прежнему больной темой для Краснодара остаются пробки на дорогах. Сегодня горожане беспокоены затором на улице Северной. Здесь в третий день на участке от Красноармейской дошкольной работает отдельная полоса для общественного транспорта. Эффективность выделенных полос, конечно, мы должны в течение 10 дней мониторить и, безусловно, не навредить. Мы знаем, что в Европе, мы знаем, что уже в Москве достаточно эффективно работает. Вот эта мера, она ограничивает, в том числе, количество излишних машин в центре города, из-за чего, в общем-то, происходят заторы, пробки. Тем не менее, еще раз нужно все изучить, все взвесить и принять уже решение на десятилетие. Общественный транспорт должен пользоваться особым авторитетом в городе. Даже, скажем, эти три тяжелых дня, те, которые ассоциируются с движением транспорта по улице Северной, в большей мере слышу от жителей уверенность в том, что вот эта выделенная полоса общественного транспорта, где сегодня созданы проблемы, этот вопрос будет решен. Сегодня при скорости низкой движения по улице Северной, скорость движения полосы общественного транспорта в два раза выше. Однако, для того, чтобы горожане захотели променять личный транспорт на общественный, должны быть все условия, отмечает губернатор. В первую очередь, городской транспорт должен быть комфортным. Автопарк необходимо обновить на 70%, ставит задачу губернатор. Уже следующим летом на улицах города должны курсировать еще 30 новых троллейбусов и 50 трамваев. А вот транспортный коллапс на въезде в Краснодар со стороны Елизаветинской разрешится уже в конце следующего года. Именно тогда полностью закончится большая реконструкция автомагистрали. Необходим сегодня еще один объездной маршрут Краснодара, считает Александр Ткачев. В сентябре на инвестиционном в Сочинском форуме было принято решение о создании моста в Крым через Керченский пролив. Его первый этап предполагает строительные работы в Краснодаре, а значит западный обход города будет перегружен. В рамках строительства моста в Крым, первым этапом сегодня требуется обход города Краснодара, чтобы весь транзитный транспорт, который уже потоком идет, забивая наши дороги. Мы выводим из города, в том числе получаем и дополнительный мост через Кубань. На глобальное преобразование Краснодара было отведено полгода. Для того, чтобы привести Кубанскую столицу к единому архитектурному облику, создали Краевой оперативный штаб. В его рамках были установлены километры баннерных ограждений, десятки остановочных комплексов, реконструированы подземные переходы, приведены в порядок фасады зданий и домов. Но как это часто бывает с большим ремонтом, возникает немало проблемных вопросов. В первую очередь это касается новых заборов. В отношении заборов. В целом там, где они уже установлены, все выглядит неплохо. Улицы преображаются и приобретают совершенно уютный такой европейский вид. Но тем не менее, сегодня мне присылают много фотографий, на которых из-за нового красивого забора видны развалины и всякий хлам. Поэтому прошу и требую все доводить до мелочей и предвидеть. Сделано много, но и предстоит еще немало, отмечает Александр Ткачев. В свою очередь, мэр города обещает, что даже по истечении установленного срока Краснодар не перестанет преображаться. Ваша установка на то, чтобы город Краснодар, как краевая столица, перенял все самое лучшее от Сочи после Олимпийских игр, и то, что вы поручили Жамбулату Хизировичу возглавить штаб, и мы под его руководством сегодня выполняем все эти работы, это дает нам такую перспективу для дальнейших дел, что сегодня мы еще находимся в самом начале, только в разгаре того большого пути, который сами для себя под руководством штаба определили. Но все эти изменения в городе прежде всего необходимо обсуждать с общественностью, говорит Александр Ткачев. Именно горожане сегодня ставят главную оценку всей проделанной работе. Мне очень импонирует то, что по многим проектам серьезным в городе проводится общественное слушание, и в плане инициативы по благоустройству, и, естественно, по вопросам капитального ремонта. Мы должны рассказывать больше о будущем городе, мы должны в этой работе быть ближе к населению. Как только город, мэрия, власть начала активно заниматься переустройством города, мы видим, что большинство людей, они сегодня поддерживают эту линию. Именно с поддержкой населения город станет лучше, красивее и удобнее, считает губернатор. На сделанном важно не останавливаться и продолжать приводить краевой центр к единому архитектурному облику, ставя задачу Александр Ткачев, чтобы кубанская столица продолжала и дальше быть одним из самых привлекательных городов России для работы и отдыха. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко и Денис Перец. Кубань-24, Краснодар.